Первое правило мерзнущего – не шагусь дома, не поев овсянки или гречки. Второе правило – овощи – это хорошо, но курица с индейкой в холодное время года нужны не меньше. Еда – это энергия, и большая ее часть, до 75% пойдет на обогрев человека. Нужно, безусловно, все-таки придерживаться правил здорового питания, отдавать предпочтение не жареным продуктам, не копченым ни в коем случае, а употреблять больше овощей и фруктов. Если мы говорим об использовании продуктов, отдавать предпочтение все-таки вареным продуктам в виде, возможно, запекания продуктов. Вот таким образом. Поменьше суп-продуктов, то есть никаких колбас, сосисок, сарделек и так далее. Рязанцы тоже знают методы, как правильно следует согреваться в непогоду и не допустить переохлаждения организма. Мы провели небольшой опрос, узнав их мнение. Дома здесь чай пить, потеплее одеться. Чай с лимоном, кофе с корицей, ну и одеваться тепло. Из еды, естественно, мясное исключить жирное, а вот мясное можно. Чесночок, лучок – это профилактика. Врачи, в свою очередь, напоминают, какие есть мифы относительно того, как можно согреться. Ну, я бы не рекомендовала никоим образом использовать алкоголь в целях согревания, что ли. После определенного периода небольшого расширения сосудов, когда действительно возникает ощущение прилива тепла, все-таки возникает парадоксальная фаза, возникает спазм сосудов. И хорошо известный факт, что это может, в свою очередь, привести, к сожалению, к гипертоническому кризу. Что касается плотной одежды, ну да, конечно, это тоже не есть хорошо. Безусловно, хотелось бы порекомендовать, опять же, с учетом нашей молодой аудитории, более свободную одежду. Это, безусловно, более здорово и здорово. Уже несколько лет подряд модники и модницы преданно следуют тренду открытые лодыжки, подворачивая брюки даже в минусовую температуру. Не переохлаждаться никоим образом – это беда нашей молодежи. В угоду моде они готовы пожертвовать всем. Поэтому особенно внимательно, пожалуйста, вот в такие дни, которые мы наблюдали буквально вчера, температура резко упала, нужно, безусловно, тепло одеваться и следить за тем, чтобы не переохлаждаться. Медики напоминают, что прогулки с открытыми щиколотками в холодное время года могут обернуться визитом к врачу. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».